Представь себе следующую ситуацию. Моя жена намекает мне, что я давно уже ей не дарил цветы. Поскольку мне не хочется дарить ей цветы, я начинаю искать отговорки. Ты знаешь, как я приезжаю с работы, цветочные магазины уже закрыты, да и вообще цветы сейчас подорожали. Ты знаешь, на это можно лучше купить дюйна и сэкономить деньги. Цветы все равно простоят только 2-3 дня, они быстро портятся. После очень многих разговоров я все же решаюсь. Еду в магазин, покупаю ей цветы и говорю, вот пожалуйста тебе цветы. После этого мы идем на такой вечерний, значит, на вечер, где говорят тему о супружеской паре. И проповедник спрашивает, кто из вас, мужчин, дарил на последней неделе цветы своей жене? И я, конечно, поднимаю руку, потому что я это сделал на последней неделе. Только вот моя жена, видя меня, не впечатлена, что я с такой радостью поднял руку, но чтобы выглядеть хорошо. Так вот, формально я сделал, я купил цветы, но сердце мое абсолютно не участвовало в этом. В Библии есть интересные места, которые говорят о благословении и проклятии. И благословения, они связаны с условием. Если народ израильский будет исполнять заповеди, Бог благословит, благословит землю, благословит шрево, благословит, сохранит от врагов и многое перечисление. Если они не будут исполнять Слово Божие, то Бог пошлет проклятие. И здесь мы читаем вот следующее. Это Второзаконие, 28 глава, 46 стих. Они будут знамением и указанием на тебе и на семени твоем вовеки. То есть все эти проклятия, да, как голод, засуха, неурожай в поле и многое другое. И вот теперь есть еще одна причина, которая как бы очень удивительна для меня. За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего. Прежде всего мы можем сказать, ну эти же люди служили, но это как подарок с цветами. Я делал это, но мое сердце не хотело этого делать. Я ясно показал своей жене, что я этого не хочу, хотя формально я это сделал. Смотрите, можно приносить формально жертвы, но не с удовлетворенным сердцем. Можно формально прийти на служение, спеть песню, встать, как все. Можно формально даже пожертвовать, при этом думая, на, жалко, лучше бы я эти деньги наденную истратил. Можно формально что-то сделать, но если сердце твое не привязано к этому, считай, что ты перед Богом это не сделал. Это как с цветами. Если ты проговорил жене, что тебе это не нравится, не хочется, а потом принес, на, возьми, то моя бы жена сказала, лучше бы ты мне их не дарил. Так вот, смотрите, если мы служим не с радостью и не с удовольствием. А, кстати, всегда же есть вещи в нашей жизни, которые мы делаем с радостью и удовольствием. Ну, например, как минимум, вот сейчас футбол, матч идет, да. И я думаю, тот, кто любит футбол, он с радостью бежит. Не надо мужчин и женщин заставлять смотреть футбол, если это твой хобби. Ты часами можешь пропадать, болеть и так далее. Смотрите, с радостью и страстью даже. Вот когда мы говорим о служении Богу, то Богу нравится, когда люди с радостью и весельем, с жаждой делают это, с удовольствием. Поэтому, друг дорогой, хотелось бы тебя спросить, а ты с радостью служишь Богу? Или ты приходишь и вроде бы формально ты отслужил? И разницы нету, какое служение. Проповедуешь, поешь, стулья ставишь или убираешь, или в кухне. И если ты это делаешь не с радостью, Богу это не нравится. Бог достоин лучшего. И поэтому я желаю тебе, чтобы ты в своем сердце страстью это делал. Смотрите, еще причина Бог называет при изобилии всего. То есть Бог благословил Израиль. Он вывел их из Египта, из рабства, дал землю обитованную, где они уже не голодали. И теперь, имея все это, они не благодарили Бога. Я думаю, мы живем в Германии, и у нас есть тысяча причин благодарить Бога. Никто из нас в Германии не должен голодать. Никто из нас не должен на улице спать. Мы в изобилии живем. Мы страдаем часто от перевеса, от переедания, чем от недоедания. И так бы хотелось, чтобы твое и мое сердце было благодарное Богу. Чтобы ты служил с радостью и с любовью. И, кстати, дарил твоей жене цветы с радостью. Не потому, что ты это должен, а первый раз влюбленный с радостью, с трепетом. Пусть Бог благословит тебя, чтобы твое сердце от всего сердца любило Бога. Аминь.